Карагандинская область снабжает столицу Казахстана продуктами питания. В областном суде состоялся брифинг с участием средств массовой информации по факту прекращения дела в отношении Ербола Сабитова, совершившего дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Продолжение темы далее. Напомним, авария произошла в сентябре 2012 года в Симиртау. В 2 часа ночи по улице Амангельде автомобиль марки «Мерседес» врезался в машину, припаркованную у офиса. В момент столкновения там находился водитель Денис Елисеев. Тогда это происшествие вызвало огромный резонанс в обществе. Средства массовой информации сообщали, что виновнику дорожно-транспортного происшествия удалось избежать уголовной ответственности. До конца 2013 года Сабитов находился в розыске. Уголовный процесс по данному делу завершился 31 января 2014 года. Сегодня на брифинге огласили решение суда громкого дела. Учитывая, что ущерб по делу был возмущен, морально грех заглажен. Между стороны, наступило примирение. Основание прекращения дела не прекращает обстоятельства дела. И на уголовном уголовном процессе права суд, согласно части 7 статьи 37 уголовного процесса, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное исследование, решил вопрос о прекращении уголовного дела. Дело закрыли. Вопросы о том, что послужило причиной для примирения сторон, а также в обстоятельствах и деталях примирения, остается в области личных интересов как подсудимого, так и потерпевших. Гульнур Жакен, Габидин Крушпеков, Бахтия Руспан, Первый Карагандинский. Карагандинская область снабжает Астану мясом и другими продуктами по низкой цене. Четыре района нашей области дают не одну тонну картошки, мяса, яиц и другой продукции. Амина Смакова подробнее. Карагандинская область не так давно стала участницей программы «Продовольственный поезд города Астаны». Четыре района, а именно Бухаджирауский, Абайский, Нуринский и Асакаровский поставляют в столицу мясные изделия, молочные продукты и овощи. 148 тысяч тонн мяса в живом весе, 52 миллиона штук яиц, 148 тысяч тонн молока. Такое огромное количество продукции дают 2000 сельскохозяйственных формирований Карагандинской области. Сегодня Карагандинская область в рамках данной программы отгружает город Астана картофель. За два дня будет отгружено 80 тонн картофеля. Поражает не только количество продуктов, но и цена. К примеру, картофель едет в Астану по 60 тенге за килограмм. Производственный кооператив имени Кирова для столицы в два дня подготовил 80 тонн картофеля высшего сорта. Картофель качественный, производный, сорт Аладдин, очень вкусный, так что думаю, жителям Астаны понравится наш картофель. Программа «Продовольственный поиск города Астаны» дает хорошие показатели. По этой программе жители столицы скупают нашу продукцию в считанные дни и по выгодной цене. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. О социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями шел разговор на селекторном совещании у Акима области Бауржана Абдишева совместно с филиалом партии «Нурутан». На 1 февраля этого года в области проживает более 54 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них почти 4 тысячи детей. Из 41,5 тысячи трудоспособных инвалидов трудоустроены 12 637 человек. Президентам четко ясно была доставлена задача по показанию максимальной поддержки и помощи нашим согражданам, соотечественским, с ограниченными возможностями. Эту работу у нас проводится. Есть определенные наработанные опыты в городах района. Но, тем не менее, эту работу мы более важны активно продвигать. У повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями и о их трудоустройстве выступил руководитель управления координации занятости и социальных программ Жандос Абишев. Были заслужены информации Акимов городов и районов, где имеется положительный опыт по трудоустройству инвалидов. Своё мнение о проблемах высказал внештатный советник Акимов области по вопросам граждан с ограниченными возможностями председатель областного общества инвалидов Центр реабилитации инвалидов Лайкты Эмир Александр Ивкин. Решение проблемы занятости инвалидов осложняется значительными препятствиями, главное из которых – низкая конкурентноспособность на рынке труда. Акимов области Бауржан Абишев поручил Акимов городов и районов провести специальные встречи с работодателями, определить списки инвалидов для трудоустройства. Следует регулярно проводить ярмарки-вакансии, обучение инвалидов с последующим трудоустройством. Для этого надо обеспечить трёхпроцентное квотирование рабочих мест. Сергей Высокосов, Габиден Курушпеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Ярмарка-вакансии и выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями прошла в здании партии Нур-Отан. В этих двух событиях приняли участие около 200 инвалидов. Представители партии Нур-Отан и руководство области смотрят поделки, которые сделали люди с ограниченными возможностями. Всего представлено свыше 1000 работ. Это и картины, и различные сувениры, выполненные из самых невероятных материалов. На выставке были продемонстрированы современные коляски для инвалидов. Но главное – это ярмарка вакансий. На данной этапе посетило более 100 человек. Около 15 вопросов уже решены. То есть лица с ограниченными возможностями трудоустроены, получили направление и в будущем будут работать. В работе ярмарки приняли участие не только жители города Караганды. Люди приехали из городов Сарани, Шахтинска, Тимиртау, Бухаржрауского и Абайского районов. Для их трудоустройства людей с ограниченными возможностями работодатели предлагали такие вакансии, как офис-менеджер, секретарь-референт, бухгалтер, программист, мастер по пошиву театральных костюмов и многие другие. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня в университете Булашак прошла международная научно-практическая конференция. Темой для обсуждения стала наука и образование в современном мире. Более 60 докладов ученых из разных стран представили своим коллегам и карагандинским студентам. Подробности в следующем сюжете. Проведенная конференция включена в план международных и республиканских научных мероприятий нашей страны. Сотрудники университета Булашак в рамках этой программы работают совместно с ведущими вузами из Японии, США, Турции и других стран. Как сказал в своем последнем послании народу Казахстана президент нашей страны, сегодня нам нужно подготовить квалифицированные кадры. Одной из самых сильных сторон послания главы государства является тезис о необходимости дальнейшей модернизации мозговской системы. Тем самым президент дал сигнал к началу коленных преобразований высшей школы. В своих докладах ученые поднимали актуальные темы литературы и языкознания, современные проблемы образования. По словам доктора юридических наук Нурлана Дулатбекова, эта конференция дает возможность поделиться достижениями и опытом научных исследований, познакомиться с проектами ведущих ученых разных стран мира. Вы знаете, что у нас в Казахстане всегда ставим перед собой очень большие и амбициозные такие направления, берем на себя очень много таких хороших идей, и в реализации вот этих идей, в реализации этих вопросов необходимо, наверное, научное осмысление. Руководство университета Балашак убеждено, что в будущем значительно расширится представительство стран-участников, а также обозначится направление совместного научно-практического исследования. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтиар Роспанов, Первый, Карагандинский. Дочерний банк акционерного общества Сбербанк в Караганде, несмотря на одномоментное падение курса тенге, демонстрирует динамичный рост всех показателей, вопреки пессимистичным прогнозам. Карагандинский филиал Сбербанка за прошлый год показал отличные результаты и упрощил свои позиции в регионе, увеличив долю присутствия с 6 до 12%. В прошлом году филиал в городе Караганде профинансировал реальный сектор экономики на сумму 61,9 млрд тенге, увеличив показатели в сравнении с 2012 годом практически на 177%. Сбербанк является активным участником поддержки государственных программ малого и среднего бизнеса. В 2013 году в рамках программы «Моногорода», а также в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020» банк профинансировал 7 проектов на общую сумму почти 700 млн тенге. Сбербанк одним из первых стал реализовывать государственную программу по моногородам и открыл линию шахтерскому предпринимателю для расширения производства строительных материалов. Это стало решением проблемы замещения импортного товара на наш карагандинский. Конечно, мы должны сфокусироваться на основной задачах предоставления высокопластного сервиса для наших клиентов и предоставления конкурентноспособной линейки для наших клиентов. В Карагане заработали еще два офиса отделений Сбербанка. Банк продолжает работать на опережение ожиданий клиента. Повышается технологичность. Скоро клиенты будут проводить банковские операции, не выходя из дома. Сохраняются процентные ставки по депозитам и кредитам. Несмотря на проведенную девальвацию, Сбербанк продолжает работать в рамках стабильной и в рамках тех же условий, которые были до девальвации. То есть все абсолютно операции мы выполняем в полном объеме, в том числе и валютно-обменные операции. Необходимо отметить, что ликвидность банка и достаточно значительный собственный капитал позволяет все нам это осуществлять. Банк и клиент зависят друг от друга. Сегодня Сбербанку доверяют более 530 тысяч розничных и около 28 тысяч корпоративных клиентов. Это в разы больше, чем в прошлом году. Я на самом деле не прогнозирую, если говорить о Сбербанке, то у нас депозитный портфель не уменьшается и продолжает расти в рамках темпов, которые были в 2012-2014 годах. На перспективу Сбербанк выдвигает еще более амбициозные цели и задачи. Оценивается именно рейтинговыми агентствами. На сегодняшний момент рейтинг Сбербанка, оцененный рейтинговыми агентствами ФИЧ и Мудис, Мудис оценивается на самом высоком уровне. В Казахстане мы входим в топ-3 среди финансовых институтов. Рейтинг доверия также был оценен проведенной независимой у нас компанией. И банк вышел в лидеры среди 14 банков по средству устойчивости. Сегодня возможно бесплатное снятие наличных средств с карточек Сбербанка в банках группы в пяти странах России, Украины, Белоруссии, Турции, Хорватии. И количество таких стран будет расти из года в год. По нашим оценкам, на самом деле, Национальный банк чуть даже с запасом девальвировал нашу валюту. И по нашим прогнозам, тот коридор, который установлен, он достаточно комфортен в целом как для экономики, так и для правительства Казахстана. Прогноз у руководителей Сбербанка более чем оптимистичный. Высокий сервис, конкурентно способна линейка банковских продуктов. И, конечно, клиентоориентированность. Слоган «Нам важно, что вам важно» актуален на все времена. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бакия Роспанов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Целую неделю активная молодежь города помогала ровесникам шахтерской столицы. Студенты колледжа готовили для ветеранов вкусную пищу и учились создавать личные страницы в интернете. Какие точки соприкосновения нашлись у первостроителей и современников, знает Николай Кровец. В рамках празднования 80-летия шахтерской столицы была проведена молодежная социальная акция под названием «Одна неделя с ровесниками города». Ее организатором выступил Центр по работе с молодежью. Зам Акима Караганды Ирина Любарская поблагодарила студентов за оказанное внимание нашим долгожителям. «Пройдет время, и этот исторический момент мы все будем с вами вспоминать. Кто-то уже будет в зрелом возрасте, кто-то в среднем возрасте, но при всем при этом. Вот такие уважаемые наши ветераны, которые сидят сегодня за этим столом, мы должны быть благодарны. И я благодарна молодой поколению мам за то, что ваша инициатива нашла поддержку со стороны руководства города». В коде акции были сформированы группы из числа активистов учебных заведений. Кто-то ровесником города оказывал помощь по дому, а другие вместе с пенсионерами занимались спортом. Студентка колледжа Диана Головченко с радостью помогала Голымуду Смаилову и теперь считает его своим дедом. «Когда мы прибыли к нему в квартиру, мы начали с ним общаться, он произвел на меня большое впечатление. Действительно, я уже говорила о том, что он заменил мне дедушку, так как, увы, у меня нет дедушек. Он заменяет меня, я его достойно и гордо называю своим дедушкой, как говорится по-казахски, ата». В свою очередь, ровесник города Голымуду Смаилов сказал, что очень доволен, что целую неделю общался с молодежью. «Это большое событие. В городе Караганде я был в те тяжелые, далекие годы, когда в Караганде было 14 лет. Я в СССР попал бы сюда. С тех пор теперь на статус пришлось в Караганде жить, поскольку мои дети здесь. Я очень благодарен руководству Караганды, которые такое мероприятие делали». В завершении молодежной акции была организована финальная встреча с ровесниками города. Всем участникам были вручены благодарственные письма. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Свой 48-й фестивальный конкурс юных музыкантов, исполнителей детских школ искусств и музыкальных школ области организаторы посвятили 80-летию города Караганды. Ежегодно Управление образования Карагандинской области совместно с областным советом директоров детских музыкальных школ и школ искусств проводит подобный фестиваль юных дарований и исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах. Сегодня в школе искусств номер 2, клуб ЮНЕСКО, звучат струнные и смычковые инструменты. Хождение по залу, а тем более разговоры, просто запрещены. Здесь сегодня звучит только музыка. Извините. Наша съемочная группа создает некоторые неудобства в работе жюри. Сегодня показывают свое мастерство шесть лучших коллективов области. Причем в составе оркестра или ансамбля допускается участие только одного преподавателя в качестве дирижера или исполнителя. Именно юные музыканты должны повышать свое мастерство и развивать коллективные формы музыцирования. Ну как? Поднимается волна воинственности и желания ринуться на подвиги или просто громковато. Можно насладиться и более ласкающими звуками. Жюри есть над чем задуматься. Областной конкурс коллективов проводится одновременно с конкурсом солистов. Конкурсанты самых разных возрастных групп от 9 до 17 лет. На этом фестивале самой младшей участницей, пожалуй, была Малика Байбурьева. Ей 10 лет, но она уже заняла первое место на международном конкурсе исполнителей на фортепьяно. Лауреат множественных конкурсов. Она уже с оркестром у нас выступала. То есть она у нас уже именитая музыкант. И мы очень рады, что она сейчас в нашем составе. Маляка с пяти лет пошла в школу. Заниматься музыкой решила сама. Сама пришла и в ансамбль. Таких увлеченных ребят в ансамбле много. Вернее, они все преданы музыке. Исполняют и шотландскую полечку, и хачатуриана, и народные казахские напевы. Изюминка нашего коллектива в том, что все абсолютно разные дети, разного возраста, разного образования. И каждый играет на своем инструменте, и они все разные. То есть у нас и пианисты, и гитаристы, и ударники, и духовики. И вообще я всегда приглашаю в свой ансамбль всех, кто хочет участвовать. То есть всех желающих, пожалуйста, просим. И скрипачи нам нужны. В общем, все-все-все. Такие фестивали в первую очередь воспитывают не только мастерство, но эстетические, гуманистические и патриотические чувства у юных музыкантов. И даже когда они уйдут из коллективов, многие педагоги уже об этом жалеют, то с ними навсегда останутся знания, умения и культура, которые привели им с детства на уроках музыки. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бактия Роспанок, Первый, Карагандинский. 22 февраля, как всегда, в Караганде будет проходить продовольственная ярмарка. Сельчане вновь порадуют горожан свежей продукцией по приемлемым ценам ниже рыночных. С 22 февраля состоится сельскохозяйственная ярмарка. Жителям нашего города представят продукцию по доступным ценам из четырех регионов области – Абайского, Бухаржираусского, Сакаровского и Актагайского районов. В большом ассортименте будет мясо, овощи, фрукты. Ярмарка пройдет около магазинов «Юбилейный», «Турист», «Гринмарт», торгового дома «Ордалык» в Пришахтинске и перед магазином «Феникс» в сортировке. Кстати, социальные павильоны не должны повышать цены на основную продуктовую группу. Посмотрите таблицу и сравните с ценами социального павильона в вашем районе. Сахар – 128 тенге, мука – первый сорт – 49, рис – 128, макаронные изделия – 100 тенге, картофель, морковь, капуста, лук – от 65 до 80 тенге. В случае необоснованного повышения цен в торговых объектах на продукты питания, бытовую технику, горюче-смазочные материалы, караганинцы могут обращаться по телефонам горячей линии 4202-20, 41-13-53, 45-26-10. Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До встречи в эфире. Аман Сау-Волмсдар.